привет друзья ну что у нас наступила осень за окном скоро будет зима и кто-то уже закончил кататься на велосипедах и сдает нам на зимнее хранение здесь у нас очередные велосипеды которые нам сдали вот ну а кто-то продолжает кататься и в осенне-зимний период и мы хотели бы дать несколько рекомендаций для тех кто будет кататься дальше алексей на что стоит обратить внимание если человек катается зимой осенью зимой скорее всего те кто будет кататься зимой лучше поменять вилку если есть возможность на ригидную что обеспечить меньший износ дорогих компонентов если вы все таки будете продолжать кататься на пневматической вилке то лучше ее перебрать удалить оттуда лишнюю грязь в воду ну чтобы она не замерзла и работала в минусовые температуры более-менее нормально а смазка там такая же или зимой маленькая другая масло немножко другое более-менее вязкая чтобы она меньше замерзала и соответственно юбка чтобы работала лучше понятно если ваш велосипед обладатель шумановских тормозов то лучше поменять жидкость на зимнюю лхм плюс очень хорошо подходит работают в минусовую температуру прекрасно то есть если у вас стоят авидовские эликсировские тормоза и тормоза на доте то с ними в принципе ничего делать но до какой температуры они нормально шумановские будут работать на лхм плюс до минус 20 то есть дот он вообще не замерзает в любое время то есть следующий момент это трансмиссия то есть трансмиссия в осенний осенний период подвержена больше хотел сказать вот мы показываем прямо вот на велосипеде вот сейчас у нас сервисе есть велосипед маленького он такой в таком виде но это вот натуральный рабочий велосипед на котором человек ежедневно катается и как раз вот он его уже к осенне зимнему катанию подготовил вот алексей если есть недорогие запчасти которые остались может быть то лучше установить их потому что велосипед зимой подвержен большему износу чтобы было не жалко дорогие компоненты если это боевой какой-то велосипед но ты имеешь ввиду сейчас это кассета цепь звезда передняя что касается других компонентов перед тем как наступит уже конкретный минус то есть там минус 2 минус 3 то есть лучше велосипед высушить полностью поменять смазку во втулках чтобы там не осталось воды то есть почистить трансмиссию почистить кареточный узел то есть чтобы там тоже воды просто вся вода которая минусовую температуру останется она замерзнет соответственно ну не будет крутиться чтобы если есть возможность поменять тросики с рубашками то есть пробрызгивать задний переключатель воды чтобы нам тоже в сочленениях узлах не оставалось воды ну и там посмазать смазку на данный момент лучше использовать есть рекомендации какие-то вот у нас в магазине появилась вот такая вот отличная смазка сквирт для зимнего периода то есть она меньше подвержена вымыванию зарекомендовала себе достаточно хорошо километров сто сто пятьдесят в принципе вот в таких условиях даже при грязной погоде и дождь и грязь и что самое хорошее то есть не нужно использовать какие-то там специальные растворители то есть горячая вода очищается все прокапывается вечерком утром сели поехали вечером пришли тряпочкой простерли опять прокапали поехали времени меньше занимает ну и сохраняет трансмиссию до трансмиссии трансмиссия меньше вытягивается по покрышкам что-то можешь сказать ну так скажем оптимально конечно перейти на шипованные покрышки тоже уже когда прием появится то есть когда будут минусовые температуры особенно по утрам потому что летняя резина во-первых это ваша безопасность можно где-то подскользнуться упасть удариться то есть на шипованные покрышками себя чувствуют на льду также как на свадьбе в этом ну и пожалуй хорошо спасибо алексей за информацию я думаю это для людей было ценно но если у вас какие-то будут оставаться вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях мы будем вам отвечать